Это уже шестый полик у межрегиональный молодежный взлет «Берегись Аброуства», присвеченный захованию биологичной разностайности в Полесском регионе. С этим пытанием тесно связана и программа взлету, и о ее удельнике. Юные экологи со Жлобина, Калинковича, Мазыра, Светлогорска, Гомеля, а так само с соседней Бранской области России. На берегах дружбы мы уже второй раз. Первый раз мы были в городе Жлобин, нам там очень понравилось. Мы получили много ценной информации, которую девочки впоследствии и я тоже использовали в своей работе. Местом сустречи выбрали один из самых маляуничных кутков гумельшины – Туровский край. Тут объект для вылучения и доследования шмат. Тому приклад – мясовая станция кальцования птушек Национальной академии наук Беларуси. Открываешь вот эту вот крышку, птица уходит туда, и оттуда их берешь аккуратненько и помещаешь в специальный такой мешок виды птиц и комбинации колец, которые мы используем. У программе экскурсия на знакамиты Туровский луг. Команды экологов приняли удел у волонтерской акции по уборце сметя на территории, важной для птушек. На речи, взлет – одна со сторонок проекта, объединяющийся вокруг природы, под эгидой громадского объединения охова птушек Батьковщины. Главная задача якой – захование природной спадщины. Туровский луг – одна из 50 с небольшим хвостиком в Беларуси и территорий, которая имеет для птиц значение критическое для выживания многих видов. То есть, если исчезнет луг, несколько видов просто сразу же исчезнут из нашей фауны полностью. И вот охова птушек Батьковщины как раз работает для того, чтобы это наследие сохранить. Мы удалось собрать очень большое количество бутылок по всему берегу. Нами люди помогали, кто чем мог, фантики давали. Особливо уразила школьника экскурсия у национальный парк Припятске. Дети наведали экологичную стежку, якая провела их до мясовой славутости «Цар сосны». Тут не обышлось без вымяренью. Так, 407 сантиметров. Шарговый пункт маршрута – пойменные Дубравы, Калявевский хлопень, у самом сердце Припятского нацпарка на березе живописного озера. Уникальнейших природных комплексов на территории Беларуси. Собственно говоря, они сохранились только у нас. Особной часткой программы стало назирание за птушками подчас орнитологичной экскурсии на пруды рыбгаса «Белая». Удельники взлёта узброилися биноклями и провели за наглядом птушек немало часу. Когда мы приехали в Беларусь, мы удивились, что аистов тут действительно очень много. И сейчас они как раз только начинают летать. И нам преподаватели объясняли, что они сейчас пытаются поймать ветер и только учатся летать. Это интересно. А кроме опознавального аспекта, программа взлёты включала из Поборницки. Доследшие задания – практичные и теоретичные турниры, гульные квесты экологичной тематики. Кожный день команды экологов проявляли свои веды и макчимасти. Таким чином, по выниках межрегиональной сустречной, наибольш активной и досвеченной была признана команда «Згомеля». Другое место заслужили простовники Бранской области. Третье – Мазыране. Головной же перемогой стало сяброуство на берегах Припяти. Катерина Жданович, Дмитрий Родянко, Телерадо и компания «Гумель» Житковицкого района.